Всем привет! Сегодня вторник, город Таганрог. Мы покидаем нашу гостиницу, хотим сходить позавтракать и отвезти вещи на вокзал. Ходит здесь трамвайчик, так что думаю на трамвай поедем, потому что час пешком по жаре, а сегодня обещают 25 или даже 27 градусов. В такую температуру пешком с вещами это самоубийство. И к тому же чем быстрее мы доберемся до вокзала, оставим там вещи, тем быстрее вернемся обратно в город и пойдем смотреть парки. Опять же на набережную сходим, погуляем по этому городу. Времени у нас на город мало, так что надо торопиться. Ну вот сейчас сдадим номер и уже пойдем завтракать. Это не лошадка, это верблюд. Правильно, мы же в египетском номере. Вот такой тут верблюд, посмотрите какой хороший, хороший, хороший. Как по мне, так эта гостиница уж больно пафосная. Ну я не могу по другому слову подобрать. Тут такие дамы стоят. И номер вроде бы неплохой, но... Мне кажется, это излишества какие-то. Я предпочитаю все-таки минимализм, минимальное удобство, чтобы это стоило недорого и дешево и сердито, да. А здесь потрясающе мягкий ковер. Очень приятно по такому ковру ходить. И вот посмотрите, какой холд. Это то, что нас встретило вчера, когда мы зашли и подумали, что попали в какой-то музей, но никак не в гостиницу, да. Вот так шикарно все это, конечно, выглядит. Шикарная погодка. Вот такая улочка приятненькая. Мужчина. Вот там впереди, вот в том здании, там есть небольшая какая-то кофейня или что-то в этом. Вот. Красный мак. Здесь довольно много людей. Здесь продаются в основном десерты. Вот там. Очень такие интересные, со взбитыми сливками, разные пироженки. Можно их купить и в коробочке принести домой. Здесь продается уже более такая еда. Блинчики с разной начинкой, курица. Ну вот, вы можете видеть салатики, еще что-то. Вот такой небольшой у нас завтрак. Чай с лимоном и с сахаром. Три блинчика, они с курицей. Каждый по 35 рублей. И слойка с рыбой. Она стоит 70. Общая стоимость 225 рублей. Я вам так скажу, мои хорошие. Блины в этом красном маке, наверное, раз в сто вкуснее, чем во вкуснолюбове, в теремке и в чайной ложке вместе взятых. Это действительно безумно вкусно и при этом крайне недорого. Мы не ели, конечно, десерты, которые там представлены. Но я думаю, что они тоже будут на уровне. И всем тем, кто печет блины, нужно, ну я имею в виду большим, да, каким-то конторам, нужно сюда приехать и взять рецепт. Потому что блины безумно-безумно вкусные. И слойка вот эта тоже была, да, неплохая? Стоечка была великолепна. Да. Просто великолепна. Мы сейчас на улице Фрунзе. По ней ходят трамваи. На каком-то из них можно добраться до железнодорожного вокзала Тамбов-2. Проезд 14 рублей. Это для взрослых. Учащиеся платят 11. Пассионеры 8. Да, и оплата при входе у водителя. Ну вот мы и на вокзале. Это автовокзал. Нам нужен железнодорожный. Потому что там есть камеры хранения. Хотелось бы отметить вежливость местного населения. Очень приятные люди объяснили, как платить за проезд. И даже подсказали, когда нам выходить. За что им огромное спасибо. Мы могли не торопиться на вокзал. Потому что у дежурной по вокзалу перерыв с 11 до 12. И раньше 12 вещей в камеру мы сдать, к сожалению, не сможем. Ну, поболтаемся. Тут вот такую модельку мы приобрели для брата-мужа. Он занимается разными миниатюрками. Я, правда, в этом ничего не понимаю. Поэтому не могу сказать, какими. Но нужна ему была вот такая советская зенитная самоходная установка-шилка. В масштабе 1 к 100. И в Петербурге мы такую найти ему в подарок не могли. Ну, и он сам тоже искал, не нашел. А здесь зашли, купили. Вот, пожалуйста, такой небольшой презент. Из Таганрога сдали вещи. Камера хранения большая. Туда влезли обе сумки и пакет с едой. Стоимость 79 рублей. Ну, где-то там 40-50 копеек. А также для того, чтобы сдать вещи, нужно было, ну, разумеется, предъявить паспорт и дать полицейскому сумки эти посмотреть. Ну, понятное дело, что это такая поверхностная проверка. Вот этой палкой индикатором он поводил. Посмотрел на мои пакеты в сумке. И скажу сразу, это второй город из тех, наверное, 30-ти, где я была, где полицейский проверил мои сумки. Мы идем по улице Фрунзе, мимо такого торгового комплекса. Сзади остался небольшой рынок, на котором я 20 минут мерила платье в надежде купить хоть что-то. Ну, ой, посмотрите, какая прелесть. Перед нами скульптура, которая называется «Клятва юности». Посвящена она подпольному молодежному движению, которое было организовано в Таганроге во время оккупации Таганрога немецко-фашистскими войсками. За моей спиной сейчас находится скульптура «Клятва юности», а впереди, через улицу, находится Центральный парк. Смотрите, какая прелесть. Называется эта скульптурка «Пирамида», но это ее не точное название. Ну, она находится на Петровской улице, на углу ЦПКО. Думаю, найти ее будет несложно. Зашли мы в парк культуры и отдыха имени Горького. Большое такое, посмотрите. Вот такая здесь есть интересная скамья «Примирение». К ней ведет аллейка, засаженная розами. Это Максим Горький. Транжи. Транжи. Субтитры сделал DimaTorzok Мы вышли из парка Мы, конечно, погуляли там подольше, но времени мало Хочется еще увидеть что-то интересненькое Дороги Аквапарк Прошли мы на территорию Елисеевского пляжа Посмотрите, здесь лежанки Можно под тентом, можно на солнышке Здесь что-то типа столовой Вот в таком ангаре Ну, точнее, здесь можно поиграть А столовая, столовая, да, вот здесь начинается Прямо на входе купили мы попить Я взяла себе мохито, 32 рубля за пол-литра Ну, химозненько, но пить можно А у мужа квас, казачий, по-моему, называется Не менее химозненький Да, мне показалось вкусненький Вот, посмотрите, бассейн Такая интересная здесь надпись Территория пляжа Елисеевский Располагаться только на шезлонгах На песке, на ковриках Располагаться Непонятно, можно или нет Ну и вот прокат шезлонгов здесь Непонятно, сколько стоит 200 рублей, что ли И можно также массаж на пляже получить Тоже здорово Двое тело Стоять, давайте Стоять, шеточником Давай, давай, давай 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 Какое деревне, еще валите А тут Крубавку с wielu Нормальной Просто слот Это отъявление Вы даже не представляете, как это классно стоять по коленам в воде в мокром платье в Азовском море Просто непередаваемые ощущения, потрясающие С пляжа мы вышли прямо на набережную Зашли мы в кафешку, где вчера сидели, она называется Калипсо И решили перекусить, конечно, дешевле было бы в столовой, но гулять-то гулять Когда мы еще побываем на набережной в Таганроге Вот мужу уже принесли солянку, посмотрите, какая огромная тарелка Сколько здесь? Почти пол-литра, 450 грамм солянки 130-140 рублей Ну, для такой порции весьма неплохо А вот и мой эскалоп Такой довольно крупный кусок свинины и картошечка Я люблю свининку, поэтому, собственно, его и заказала Стоимость, ну, рублей где-то, наверное, на 100 подороже, чем солянка 280, кажется Пообедали и двигаемся дальше Пойдем мы смотреть дворцы, пойдем смотреть музеи Правда, заходить в них не будем, потому что уже время Ну и мы будем наслаждаться хорошей погодой Еще немного Азовского моря вам Карабкаемся по лесенке Вот в этом красивом доме когда-то проживал брат Петра Ильича Чайковского А сейчас здесь публичная библиотека А это не просто так дом Это, на самом деле, дворец Александра Первого Где он, в общем-то, и скончался, судя по всему Также здесь по дороге на Кавказ останавливался Александр Сергеевич Пушкин И Раевский, герой Бородино А сейчас здесь детский санаторий На улице Чехова есть мемориальный музей, домик Чехова Я так полагаю, что на территорию можно зайти В сам музей я сегодня не собираюсь Перед нами такой маленький домик Именно здесь родился Антон Павлович Чехов А вот и сам Антон Павлович Чехов Рядом с Таганрогским авиационным колледжем имени Владимира Михайловича Петлякова Стоит непосредственно бюст Владимира Михайловича Да, это известный очень авиаконструктор Он здесь учился Собственно, поэтому его честь назвали это учебное заведение И он прославился тем, что создавал огромное количество самолетов Одним из самых известных, которых был знаменитый Пе-2 Фронтовой пикирующий бомбардировщик Смотрите, какая прелесть Пшеница, что это такое? Тут растет рядом с дорогой Это дом-музей русского советского писателя Ивана Дмитриевича Василенко Все его произведения были о детях Но среди них можно выделить наиболее полюбившиеся читателю героев Артемку Загоруйко и Митю Мимоходенко Я, честно говоря, не читала эти книги Но, может быть, когда-нибудь до них и доберусь Если честно, я даже не слышала про этих героев Ну, вот один из них, судя по всему, стоит как раз напротив этого музея Вот такая вот здесь есть скульптурка небольшая А этот памятник установлен на улице Чехова Рядом с пожарной частью Пожарные машины разных лет Здесь вот бочка такая, да? Посмотрите, топоры Это когда деревянные дома тушить нужно было Эта машина чуть более современная Дошли мы до сквера имени Чехова Здесь нас встречает памятник Антону Павловичу Чехову Это автор огромного количества интересных произведений Таких, как Палата номер 6, Ионыч, Дом с Мезонином Пьесу он писал, Вишневый сад, Дядя Ваня, Чайка Очень интересные, не всегда простые произведения Мне этот писатель очень нравится Особенно его короткие рассказики Они всегда интересные Иногда бывают даже очень-очень смешные По переулку Глушко мы возвращаемся к Петровской улице Сопровождает нас такая замечательная собачка Мы с ней поздоровались Теперь она решила, что нужно идти рядом с нами Мы снова находимся на Петровской улице Здесь стоит вот такая замечательная стела Она здесь поставлена в честь присвоения городу Таганрогу Звание город воинской славы Впереди можно видеть театр Таганрогский В этом доме в 1946 году жил герой Советского Союза Генерал армии, командующий воздушно-десантными войсками Василий Филиппович Маргелов Смотрите, какая прелесть Девочка с книгами Только вот книжки все по большей части серьезные Здесь представлены Пушкин, Шолохов, Достоевский, Ахматова Ну и, разумеется, Чехов Погуляли мы по Таганрогу Что успели, посмотрели Что не успели, ну что поделаешь А теперь медленным, таким прогулочным шагом Двигаемся в сторону вокзала Видимо, это стела в честь основания города Таганрог в 1698 году Это еще один памятник Маргелову Василию Филиппу Вернулись мы снова на вокзал Сейчас заберем свои вещи Поскольку времени всего лишь 6 часов И электричка через 50 минут А нам делать уже нечего Мы решили поехать на маршрутке Да, у нас вот 7 пятниц на неделе Но я думаю, за 4 часа на маршрутке Мы до Ростова как-нибудь да доберемся Уезжаем мы из Таганрога Нам очень понравился этот городок Было очень приятно здесь побывать Увидеть Азовское море Шикарные получились полтора дня А сейчас мы возвращаемся обратно Приехали мы на ростовский автовокзал Практически на час раньше Чем если бы поехали на электричке Ну вот теперь стоим и думаем Куда убить 2 часа времени Сейчас, наверное, пойдем за магнитиками Вот и подходит наш поезд Мы покидаем город Ростов Он на Дону Нам очень здесь понравилось Потрясающе красивый город Побывали мы в Таганроге Это Ростовская область Посмотрели на Азовское море Просто потрясающе провели несколько дней И теперь нас ждет Волгоград Последний пункт нашего отпуска, нашего отдыха Ну и встретимся мы с вами уже в Волгограде Завтра утром